Россия сегодня обвинила Израиль в грубом нарушении суверенитета Сирии. По утверждению российских и сирийских властей, Израиль выпустил ракеты по провинции Дамаски. Сирия впервые применила противоракетные комплексы С-300, которые ей поставила Москва. Давайте посмотрим на кадры отражения этих ударов. Власти Сирии говорят о том, что удары наносили израильские самолеты из воздушного пространства Ливана. И называют это самой масштабной атакой Израиля с момента гибели Ил-20 с российскими военными. Его сирийцы, как считается по ошибке, сбили в сентябре. Как раз после инцидента с Ил-20 Россия и поставила в Сирию противоракетные комплексы С-300. О том, как они изменили расклад сил в регионе, тогда рассказывал наш обозреватель по вопросам обороны Павел Аксенов. Существует три разновидности этой системы. Воисковая, мобильная, система для защиты стратегических объектов и корабельная. Они все модернизировались, у них была увеличена дальность действия. Но какую именно? Ну, разумеется, не флотскую поставят в Сирию. Но, вероятно, это будет либо один из вариантов системы Антей, то есть системы для защиты войск на марше. Либо система ПВО, стационарная для прикрытия с воздуха стратегических объектов. Но, на самом деле, гораздо интереснее и гораздо важнее, по мнению многих военных экспертов, в заявлении министра обороны России была та часть, где он рассказывал о создании системы управления, автоматизированной системы управления, системы ПВО Сирии. Таким образом, считают многие, Шоганов фактически признал, что главным слабым звеном системы ПВО Сирии была, собственно, координация действий зенитно-ракетных комплексов, в результате чего и был сбит, собственно, российский самолет-разведчик Ил-20. И вот теперь в Сирию поставят эту систему управления, которая будет, собственно, координировать и улучшать действия всей системы ПВО Сирии. Кроме того, будут введены районы, где будет осуществляться система радиоэлектронной борьбы, то есть фактически Россия будет создавать так называемые no-fly zones, да, бесполетные зоны, где будут и подавлять всю радиоактивность, радиолокационную активность, системы спутниковой навигации, и попутно эти направления будут прикрывать система С-300. Где будет она расположена, мы не знаем и не знает никто. Это система, которая будет, ну вот, небольшой довольно участок территории Сирии закрывать. Насколько это будет опасно для Израиля, тоже неизвестно, потому что Израиль, разумеется, уже сейчас готовится преодолевать эту систему. И еще несколько слов о реакции России на ракетные удары в Сирии. Член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов заявил, цитирую, «Поставляя ракетные комплексы С-300, мы, то есть Россия, исходили из того, что Сирия имеет право на достойную безопасность, независимо от того, чьи стороны атакуют ее территорию». Конец цитаты. Израиль атаку не подтверждает. Израильские военные говорят, что привели в действие собственное ПВО в ответ на угрозы из Сирии. О ракетных атаках, эффективности российских комплексов С-300 и о том, не пугает ли Израиль угроза военной конфронтации с Россией, мы поговорили с полковником Жаком Нерри, бывшим высокопоставленным сотрудником военной разведки Израиля и советником экс-премьера Ицхака Рабина. Итак, что произошло вчера? Согласно сообщениям прессы, а пока у нас нет никаких подтверждений со стороны израильских военных, Израиль атаковал несколько объектов на территории Сирии. Атаку подприняли около девяти вечера, и, похоже, это продолжалось больше трех часов. Были поражены несколько целей в Дамаске и его пригородах. По всей видимости, там находились склады, где хранились ракеты, полученные группировкой Хезбалла из Ирана, и они хранились в Сирии. И, похоже, что атака эта была достаточно успешной, судя по резонансу в Дамаске. Сирия атаковала в ответ, в том числе с помощью системы ПВО С-300, которую ей поставила Россия этой осенью. Это первый случай применения Сирии С-300, и достаточно безуспешный. Цель этого комплекса — сбить самолеты, и ни один израильский самолет не был сбит. Это означает, что Израиль смог перехитрить российскую систему и смог предпринять атаку, не попав под С-300. Я думаю, что на этот раз Израиль сумел просчитать систему, чтобы больше трех часов фактически свободно вести действие в небе над Ливаном. Это первая атака Израиля, предположительно, с момента поставки С-300 в Сирию. То есть, возможно, они потратили три месяца, изучая эту систему, то, как она работает, и ее слабые места. Но надо помнить, что С-300 и С-400 — это очень серьезное и опасное оружие, которое может вызвать значительные разрушения, если его не принимать в расчет. Возможно, сирийцы недостаточно эффективно могут управлять этим комплексом, в отличие от россиян.